Привет! Сегодня у нас в студии новинка от High Screen, получившая название Power Eyes Ivo. Еще одна неплохая модель в копилку российского бренда. Про емкий аккумулятор и невысокую цену, о которой мы и поговорим в ближайшие несколько минут. Все мы знаем компанию High Screen, занимающуюся производством смартфонов. Конечно, сейчас только лениво не производят свои варианты умных телефонов, но какое количество из них российские? Многие сейчас начнут говорить, что не может быть хорошего российского смартфона и что все это ерунда и дешевка. Но инженерам из High Screen удается создавать действительно неплохие телефоны. Да, есть нюансы, но среди аппаратов своей ценовой категории High Screen достаточно выгодно выделяется на фоне конкурентов. Конечно, не только про аккумулятор и цену сейчас пойдет речь. Телефон достаточно интересен именно в целом. Он получился добротный и качественный, его приятно держать в руке. Хотя сначала он кажется слишком легким и даже каким-то пластиковым. Не в части материалов корпуса, а скорее из-за легкого корпуса, который кажется просто невесомым без батареи. Это ощущение пропадает, как только вставишь в него аккумулятор, который изначально не установлен в аппарат, а лежит отдельно в нижней части коробки вместе с зарядным устройством. Стоит вставить аккумулятор, как телефон тяжелеет и очень приятно ложится в руку. На крышке аккумулятора традиционно красуется надпись High Screen, написанная в альбомной ориентации. Сама крышка, кстати, открывается достаточно туго, но благодаря этому ни о каком люфте или скрипе даже речи не идет. Что очень приятно для смартфона, находящегося на стыке бюджетного и среднего сегмента. Корпус вообще достаточно плотный и даже при скручивании с усилием не издает ни скрипов, ни треска. И это при том, что он пластиковый и не монолитный. А вот как раз из-за пластика вес аппарата составляет всего 158 грамм. Задняя часть корпуса Power Eyes Evo, которая в принципе состоит только из крышки аккумулятора, про которую я уже говорила, состоит из пластика, который в некотором роде можно назвать soft-touch, но скорее она просто шероховатая. В любом случае телефон очень приятно держать в руках. Боковые кнопки, в отличие от многих конкурентов, разнесены на различные стороны аппарата. Конечно, все по-разному относятся к таким решениям, но лично для себя я уже давно сформировала мнение, что это намного удобнее, чем когда подобные органы управления расположены на одной стороне смартфона. А кнопка Power, кстати, помимо всего прочего расположена достаточно низко, что особенно оценят люди с не очень большим размером руки. В нашем распоряжении оказался смартфон с корпусом белого цвета, но это не единственный вариант внешнего вида Power Eyes Evo. Покупателям на выбор будут предложены темно-серый и модный в последнее время золотой цвета корпуса. В целом неплохо и достаточно практики для любого пользователя. А для темно-серого корпуса предусмотрены элементы дизайна в виде кнопок и ободка камеры красного цвета. Сразу вспоминается песня группы Алиса «Красная на черном». Именно это так это выглядит. Стоит включить телефон, и первое, что приходит в голову, это желание добавить яркость экрана. Возможно, только у меня так было, а может быть, дело в черно-белой картинке на заставке. Но стоило мне поменять тему и снять автоматическую регулировку яркости, как мое мнение, сразу изменилось на противоположное. Яркости экрана вполне хватит для большинства повседневных задач. Возможно, и стоило бы сделать его поярче, но на уровне конкурентов он выглядит вполне прилично. Что касается характеристик самого экрана, то они достаточно стандартные. Перед нами IPS-матрица с разрешением 720 на 1280 пикселей при диагонали 5 дюймов. Тут без сюрпризов, просто неплохой дисплей. Не дать не взять. Хотя, если придраться, то одно замечание все же есть. Когда телефон выключен, то задается ощущение, что у него прям большой дисплей. Так как стекло Dragon Trail, которым прикрыт экран, занимает всю ширину от края до края. Но стоит его включить, как замечаешь, примерно 2-х миллиметровые отступы с каждой стороны. Не сказать, что это критично, так как заявленный 5 дюймов мы в итоге все равно получаем. Но, как говорится, осадочек-то остался. Зато благодаря этому выключенном состоянии телефон выглядит более дорого. Это создает иллюзию безрамочности, что уже можно отнести к плюсам. Да и это достаточно традиционно для телефонов от High Screen. Кстати, сенсорные клавиши на передней панели не подсвечиваются. Но они на своих местах. Так что тут без сюрпризов. И искать их не придется. Процессор MediaTek, а именно MT6737 с частотой 1,25 ГГц. Видеопроцессор Mali-T720 и 2 ГБ оперативной памяти. Вот что будет отвечать за производительность телефона. Производительность, которую сложно назвать выдающейся, но которая является вполне сносной для недорогого смартфона. Работа интерфейса не вызывает никаких вопросов. Анимация достаточно плавная и мягкая. В играх иногда возникают неприятные моменты с подтормаживанием. Но они не очень часто и относятся только к самым требовательным новинкам игровой индустрии. Уже традиционно мы проводим тест вычислительной мощности каждого поступающего к нам аппарата. В этот раз тест выдал 30 тысяч баллов. Что можно назвать неплохим результатом, хотя и предсказуемо стандартным для такой начинки. Маловероятно, что кто-то будет покупать этот телефон именно для игр. Поэтому некоторые ограничения в этом плане не так уж и критичны. Но даже несмотря на это, пользователи нет-нет, а все равно будут запускать какие-нибудь игры, дабы убить немного времени. Но и для этого мощности у смартфона вполне хватит. Основной камерой для смартфона является 8-мегапиксельная с автофокусом и вспышкой. Вспышка имеет только один диод, и поэтому маловероятно, что она станет надежным помощником при ночной съемке. Но она есть, и пусть будет. Не мешает, но может когда-то пригодиться. Диапазон яркости и светосилы не вызывает восхищения. Но тут скорее без приятных неожиданностей, чем с неприятными сюрпризами. И если вы не ставите перед ней профессиональных задач, то проблем возникнуть не должно. А вот работа 5-мегапиксельной фронтальной камеры очень порадовала. Она хоть и не обладает встроенной в лицевую панель вспышкой и крутыми функциями улучшения изображения, но при этом снимает с минимальным количеством шумов и искажений. А это самое главное для камеры. Также добавлена возможность делать фотографии при обнаружении в кадре улыбки или жеста с поднятым вверх двумя пальцами. Способ работает, мы пробовали. Качество съемки видео достаточно хорошее. Изображение получается ярким и четким, но если присмотреться, то периодически наблюдаются некоторые подергивания изображения, связанные, судя по всему, с работой автофокуса. Для хранения отснятых фотографий и видео предусмотрено 16 гигабайт встроенной памяти, из которой пользователю доступно около 11, и которую предсказуемо можно расширить при помощи карт microSD, включая SDHC. Любителей чистого звука, льющегося из встроенных динамиков, можно скорее огорчить, чем обрадовать, так как встроенный динамик, расположенный на задней стенке телефона, не станет эталоном качества звука. Но зато он достаточно громкий, что немаловажно. Чего не сказать про звук в наушниках. Он хоть и не станет образцом для подражания, но при этом является достаточно качественным и не вызовет дискомфорта при прослушивании любимых композиций, загруженных в память телефона или воспроизводимых с различных сервисов. Ну и раз уж заговорили про музыку и воспроизведение звуков, наушников в комплекте предсказуемо нет. Так что тут тоже без сюрпризов. Вообще комплект поставки достаточно скромный, но стандартный на сегодняшний день. В него входит кабель зарядки microUSB, адаптер питания, краткая инструкция, гарантийный талон и сам PowerAce EVA, так сказать, в разобранном виде, без аккумулятора, который надо будет вставить перед использованием. Но при этом производитель не пожадничал и положил в комплект защитное стекло для экрана. Поставим ему за это плюсик. Немаловажным фактором для многих пользователей является возможность установки в телефон двух сим-карт. В этом телефоне она присутствует. Обе карты поддерживают работу в 4G LTE. Так что с разделением звонков на служебные и личные, или домашние и в поездках проблем возникнуть не должно. Карты используются форматом microSIM, что удобно. Хотя все и стараются потихоньку отходить от этого формата в пользу nanoSIM. Но зато не будет проблем, если рано или поздно возникнет необходимость использовать ту самую nanoSIM. Ее можно будет просто выломать из основы, а не идти в салон менять на новую в случае обратной ситуации. А вот что действительно стоит отметить отдельно, как это аккумулятор High Screen Power Ice EVO, про который мы говорили в самом начале. На бумаге емкость батареи составляет ни много ни мало 5000 мАч, что на 25% больше, чем у предшественника. Когда первый раз смотришь на аккумулятор, возникает ряд сомнений в том, что это правда, так как корпус батареи не такой уж и большой. Но компания уже приучила своих клиентов к тому, что аккумуляторы у них действительно емкие. Для примера можно вспомнить хотя бы модель High Screen Boost 3 SE, про которую я рассказывала совсем недавно. Напомню, в нее можно установить аккумуляторы до 6900 мАч. Таким образом мы имеем телефон, который дает нам возможность общаться и развлекаться в активном режиме 2-3 дня. Но если не сильно налегать на вычислительные мощности и модуль связи телефона, то телефон теплеливо будет вас дожидаться не одну неделю. И это в то время, когда толщина телефона составляет всего 8,7 мм, что очень неплохо даже для менее долгоиграющих смартфонов. Естественно, это привело к увеличению времени заряда батареи. Но не все ли равно, за сколько он зарядится ночью, если к утру он в любом случае будет заряжен полностью. Ну а если прям очень надо зарядить аккумулятор быстрее, то можно просто использовать 2-амперное зарядное устройство. Тем более оно и идет в комплекте. Зато взамен вы получите возможность заряжать от этого телефона любой другой. То есть можно сказать, что вы покупаете Powerbank, по которому можно звонить. В итоге мы получили телефон, который вполне может стать неплохим выбором для тех, кто не хочет платить большие деньги за неиспользуемые вычислительные мощности. Или возможности самого аппарата, такие как большее количество мегапикселей или фронтальная вспышка. При этом сложно сказать, что у телефона чего-то нет. В конце концов, он не обделен и двумя сим-картами, и стандартным набором других функций, среди которых Bluetooth, Wi-Fi, GPS, MP3-звонок, радио, диктофон, датчик света и многое другое. Возможно, в PowerRise и вы присутствуют некоторые недочеты, но они будут исправлены в ходе обновления программного обеспечения. А другие вообще не являются критичными и скорее даже являются не недочетами, а особенностями. Таким образом, мы получаем достойный смартфон для своей ценовой категории, который может запросто конкурировать с китайскими смартфонами аналогичного уровня.